когда-то давным-давно все говорили что у такс бывает дископатия затем почему-то это слово стало порицаться хотя в общем то дископатия болезнь диска патология диска часто встречаем выражение грыжи диска межпозвоночная грыжа собственно говоря заболевание название которое мы используем чаще всего абсолютная калька с английского языка ну и всякая экзотика остеохондроз защемление диска и так далее почему собственно говоря не грыжа да потому что никакого грыжевого вещества никакого грыжевого мешка не существует в принципе и все-таки это ну не совсем правомерное название хотя исторически сложившиеся название болезнь межпозвонковых дисков но абсолютная калька с английского языка ну конечно немножко идиотская потому что болезнь не диска болезнь собаки целиком но при этом так уж она повелось и в общем то мы с вами будем в большей степени пользоваться именно этим названием сейчас пожалуй просто такой маркер что вот если доктор употребляет именно это словосочетание он читает современную литературу он в тренде ну будем в тренде почему не защемление диска потому что диск никуда не защемляется он вообще не очень участвует да он сам защемляет защемляется спиной мозг компрессия оказывается не на диск она нервные волокна да поэтому вот для защемления диска есть в неврологическом аду специальный котел и так кто такие межпозвонковые диски где они расположены есть они собственно говоря везде на протяжении всей собаки вот собака есть тоже начинается от второго от границы между вторым и третьим шейными позвонками и до крестца до l1 до l7 с 1 всего 26 штук межпозвонковых дисков есть в собаке в среднем есть собаки с укороченными поясничным отделом с удлиненным поясничным отделом ну то есть может быть плюс один или минус один на уровне границы первого и второго шейного позвонков в норме межпозвонковый диск отсутствует однако есть особые особо талантливые животные у которых может существовать рудимент в этом месте но это считается аномалием развития и это может это аномалия может также давать соответствующую симптоматику как мы можем видеть из схемы на диск расположен между телами позвонков он находится вентральнее спинного мозга соответственно вопрос молодым ассистентам у меня всегда на засыпку куда все-таки смещается диск все почему-то думают что он падает смещается вентральных конечно смещается дарсально вверх до в сторону спинномозгового канала диски есть как уже упоминалось везде однако есть места где болезнь диска встречается чаще здесь на самом деле никаких чудес одна сплошная анатомии биомеханика тонко там где рвется в организме собаки есть области с более высокой подвижности области где работа диска на то есть амортизация и обеспечение гибкости происходит наиболее интенсивно соответственно наиболее большой риск того что случится смещение диска межпозвонок в спинномозговой канал на это на уровне от 11 грудного до 2 поясничного позвонка но опять таки если мы посмотрим на собачку которая разворачивается в узком коридоре на именно в этом месте собака происходит по собака делает наибольший изгиб и точно так же там же дамы занимающиеся гимнастикой крутят халахуп до самый подвижный отдел в шейном отделе наиболее частая локализация между вторым третьим и четвертым пятым шейными позвонками соответственно это тоже самое подвижное место и место куда приходится наибольшая весовая нагрузка от головы на если можно так сказать корняльные т-11 крайне редко случаются болезнь диска она поэтому если у нас локализация по осмотру за это место мы как бы меньше да подозреваем именно болезнь диска здесь тоже очень простое анатомическое объяснение дорсально от 2 до 10 грудного позвонка проходит связка внутрисуставная связка головки ребра который является такой дублирующий да то есть диск бы может быть и рад бы сместиться ему связка не дает сам диск это очень такая очень хорошего класса высокого класса амортизатор состоящий из преимущества белковых структур до коллагеновые не коллагеновые белки протеугликаны гликозамин гликаны много-много-много органической гиауроновой кислоты и всякие хондро кератина сульфаты штука в общем-то очень жидкая структурно межпозвонковый диск состоит из внешней части и внутренней части да пульпозное ядро и фиброзное кольцо они неоднородны то есть если даже доступаться оперативно мы можем в явном виде видеть что диск неоднороден фиброзное кольцо не очень ровненько да но сверху поуже снизу вентрально пошире соответственно и покрепче именно межпозвонковые диски обеспечат поддержание стабильности позвоночного столба и для поддержания гибкости позвоночного столба по меньшей мере 50 процентов амплитуды вращения позвоночника обеспечивается за счет наличия вот этих вот прокладочек до амортизаторов и только после это мышцы наши осевые на и как бы крепление фасетка фасетку вот именно эти все движения что делают эти прекрасные таксы обеспечиваются межпозвонковыми дисками это седая древность классификация по ханса но седая древность тем не менее с нами живет и жить видимо будет еще довольно долго аж в пятьдесят втором году описано разные типы повреждения диска и вот это вот ключевой момент это очень важно понимать описание hansen тип 1 hansen тип 2 это морфология то есть это то как именно диск дегенерирует что именно происходит в тканях гистологически сам хансом клиническим анализом разных случаев но особо не занимался он там вскрывал их и вскрывал при этом термины прижились и потихонечку стали модифицироваться чтобы иметь в том числе клиническое значение однозначной классификации сочетания того что происходит морфологически гистологически того что происходит функционально на данный момент нет она вот только-только-только начинает выкристаллизовываться соответственно возвращаясь до к старинной классификации хансом тогда же введено понятие хондродистрофических и не хондродистрофических пород собак в соответствии с тем что происходит гистологически и морфологически с диском у некоторых особо избранных собак диск начинает стареть рано естественно да мы все с возрастом портимся лучше не становимся но у ряда животных генетически запрограммировано что вещество диска теряет жидкость и может кальцинироваться в достаточно раннем возрасте соответственно пульпозное ядро прежде всего подлежит дегенерации называется это красивым выражением хондроидной метоплазии и мы вместо очень упругого очень насыщенного влагой такого гелеобразного слизистообразного даже вещества получаем уже кальцинированные пастообразные гораздо менее способного выдерживать сжатие вещество собственно говоря если до сравнить диск здоровый диск нездоровый претерпевший изменения ранее дегенеративные выглядит это будет вот так ну соответственно звездочка до пульпозное ядро стрелочка фиброзное кольцо похоже что она почти однородно клинически это предрасполагает к экструзии ядра через разрыв фиброзном кольце на получается ядро у нас выдавливается через также не очень плотное фиброзное кольцо чаще всего это молодые собаки ну пик заболевания это возраст между 37 лет развитие симптомов как правило быстрая часто как это описывают владельцы как мы это видим на практике триггером является какая-то неудачная ну либо по физическая нагрузка либо просто какое-то неудачное движение спрыгнул и завизжал спрыгнул и отказали лапки при этом здесь важно понимать что травма не является причиной до травматического воздействия непосредственно на диск нет тонко там где рвется и причина то именно в дегенерации в том что диск не такой как он задуман природой и мы имеем ненормальную реакцию на нормальную весовую нагрузку ну собственно говоря да то что происходит сдавливание диска из-за обычного физиологического давления из-за того что внутри вещество не очень вещество уже такие комочки чего-то кальцинированного непонятного нормального вот это вот сужение на не происходит и рвется внешняя оболочка вещество выстреливает смещается выдавливается в сторону спинномозгового канала собственно говоря герои герои грыжи хансон тип 1 хондро дистрофические породы самые типичные ну наверное все мы их знаем ну баст все можно сюда же потенциально в общем-то не обязательно супер растянутый корпус да несмотря на то что вроде кажется что таксы все собаки должны быть растянуты бульдоги мопс и бигли вполне себе сквадраченные а нет на хондро дистрофия это все-таки феномен метаболизма в большей степени когда мы говорим о хансом тип 2 здесь уже у нас под ударой в большей степени фиброзной метаплазии соответственно затронуто фиброзное кольцо часто клинически это проявляется да именно как выпучивание всего диска медленного сторону спинномозгового канала этот самый выступающий материал диска сжимает спинной мозг сжимает нервные корешки если до смещается чуть вентральнее классические это крупные собаки возрастные собаки то есть все-таки до после там 8 9 лет но пожалуй ну в практике просто потому что они распространенные чаще всего это пожилые лабрадоры пожилые овчарки хотя не исключено что просто этих собак в принципе много подвержены и тому и тому типу изменений диска и хондро дистрофичная порода то есть у корги у бассетов шнауцеров тоже может быть схожий тип изменений морфологический хондро дистрофическая порода это не значит что у нее не может быть нарушений на уровне фиброзного кольца у кошек да несмотря на то что про этот вид животного мы с вами почти не будем говорить но тем не менее болезнь диска у них тоже есть встречается диагностируется она с клиническими симптомами гораздо реже при этом было большое исследование уже достаточно старая но скрывали большое количество кошек погибших от других причин и почти у всех у них были в той или иной степени протрузии межпозвонкового диска спинномозговой канал без клинической симптоматики или скорее без такой клинической симптоматики которая вызывала бы жалобы владельцев да с кошками все сложно у них нет рутинной постоянной физической нагрузки которую владелец может отслеживать отслеживать ну как бы ну не так прыгает ну чуть чуть поменьше ходит но как бы никто этого не заметит особо в отличие от собаки которая откажется спускаться по лестнице и писать на свое любимое дерево на и так далее но у кошек также это заболевание встречается незабываемого в списке дифференциальных диагнозов собственно говоря герои хансен тип 2 отдельно да хочется сказать про китайских охлатах их мало фигурирует в литературе при этом наверное мы все сталкивались с тем что у этой породы дегенерация дисков встречается и достаточно часто встречается как раз тот вот смешанный тип когда и пульпозное ядро и фиброзное кольцо не очень у них очень большая тенденция к злокачественному течению заболевания быстро быстро нарастающие симптомы обычно фатальные то есть если мы видим парализованную китайскую хохлату с большой вероятностью мы подозреваем что спиной мозг там просто в месиво и болезнь межпозвонковых дисков третьего типа ее иногда называют hansen 3 хансен сам об этом не знал он умер задолго до того как была придумана эта классификация смысл в чем диск гистологически нормальный он здоровый но анатомически повреждается если на структуру диска воздействие идет сверхсильное да обычно это молодые животные либо молодые среднего возраста но чаще крупные средне крупные после явной физической нагрузки достаточно высокой активности не всегда это но вот такого рода кульбита да но часто обычно по симптоматике это острая боль собака бежала бежала завизжала и тоже изменения обычно достаточно драматичные в спинном мозге потому что вещество диска она буквально выдавливается выстреливает распределяется не только как бы дорсально да над непосредственным местом выхода диска но и распределяется в бок вперед на обычно значительный отек злокачественное течение заболевания часто мы сразу в течение там первых минут секунд уже видим пациента без глубокой болевой чувствительности на либо даже с восходящим отеком с милом аляцией и тогда какой же тип что важно нам клинически что не всегда то что происходит гистологически то что происходит ну скажем так функционально друг другу соответствует но глобально первый тип экструзия оно должно наоборот быть да читаем справа налево первый тип чаще разрыв кольца экструзия быстрое нарастание симптоматики второй тип медленное выпячивание выпукливание протрузия соответственно часто симптомы смазанные медленно развивающиеся иногда годами и в этом собственно говоря иногда проблема что владельцы начинают обращать на это внимание перестаю до списывать это на старость на то что собачка там менее активная более грустная тогда когда изменения уже серьезные фатальные а ходит то лапками она плохо уже полгода до было у нас такое соответственно с точки зрения прогноза до с точки зрения особенности работы с такими пациентами когда у нас проблема хроническая когда у нас например множественные маленькие вроде даже как-то клинически незначимой протрузии на протяжении всего груда поясничного отдела чем же это плохо плохо тем что мы вряд ли можем устранить первопричину взять и сделать финистрацию или аминоктомию на пяти уровнях не можем да у нас развалится позвоночный столб изменения нарастают постепенно 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 животные компенсируются хуже мышцы хуже распределение нагрузки при этом тогда когда спиной мозг поврежден уже значительно тогда появляются более выраженные жалобы достаточно часто это пожилые животные с кучей сопутствующих патологий это ортопедические патологии остеоартроз это избыточный вес это ограничение по проведению анестезии и достаточно часто у возрастных животных есть еще и первичная возрастная саркопения то есть когда мышц мало просто потому что постепенно функциональная мышечная ткань начинает заменяться фиброзные это нормальный процесс опять-таки мышечной возрастной дегенерации но если он уже запущен то с такими животными сложно работать и хирургу и реабилитологу да и владельцу тоже и опять-таки хроническое течение долговременные вторичные проявления неврологического заболевания тоже нам сильно осложняют жизни нашим пациентам например если есть хронические инфекции мочевыводящих путей это достаточно неприятно с точки зрения опять-таки ведения такого хронического больного собственно говоря про симптомы здесь с этим заболеванием все очень неоднозначно потому что симптомы всецело зависят от двух моментов о том о чем мы будем говорить всю следующую лекцию это где потому что симптоматика разная в зависимости от отдела который пострадал и насколько потому что опять-таки симптоматика будет радикально отличаться в зависимости от того насколько глубоко пострадал спинной мозг на вот он наш красавец в разрезе и в общем-то сила и степень нарушений будет напрямую зависеть от того насколько мы мозг сдавили на если мы сдавили его чуть-чуть только оболочки это боль чуть глубже белое вещество проводящие пути чувствительные да это позиционирование шаткость походки проприоцепции так далее чуть глубже мы уже затрагиваем моторные пути уже начинаются нарушения походки нарушение произвольных движений еще чуть глубже более глубокие моторные пути порез еще глубже потеря нацицепция до потеря возможности определять глубокую боль как уже до упоминалось могут симптомы нарастать очень быстро от нескольких минут но чаще все-таки несколько часов до в течение там полу дня до нескольких недель даже месяцев скорость травмы имеет значение то есть травма здесь имеется ввиду внутренняя травма на то как сам внутренние структуры диска повреждает внутренние структуры спинного мозга если ну точно так же да третий тип в этом смысле хуже чем второй по тому насколько он серьезные нарушение серьезные повреждения наносит спинному мозгу ну соответственно степень компрессии да то о чем уже сказал и продолжительность компрессии короткая но сильная компрессия при своевременной декомпрессии имеет лучший прогноз чем умеренная но длительная первый симптом иногда и даже часто он остается незамеченным просто потому что наши пациенты не говорят и редко когда владельцы правильно интерпретируют дате изменения которые есть животным даже когда животное уже поступило без выраженного болевого синдрома с моторными нарушениями но мы начинаем раскапывать дальнюю историю да собирать анамнез прошедший то мы можем узнать что да как-то горбился как-то не так ходил но мы особо не обратили внимание вот потом отказали ножки любой отказ от привычного образа движения когда животное неохотно или медленно или не так делает привычные движения которые делала всегда повод заподозрить у него болевой синдром всегда спускалась всегда бегом а теперь идет осторожно всегда прыгала залезала на мебель а теперь этого этого не делает типичная поза с низко опущенной головой с изогнутой спиной а когда животное перераспределяет весовую нагрузку в первом случае это болезненность в грудно-поясничном отделе на шея опущенная вниз и приподнятый круп на это болезнь в шейном отделе также очень характерно смещение тазовых конечностей под корпус когда у нас скакательный сустав не отведен до из под собаки как бы обе тазовые конечности подведены под собаку вот и вот выражение лица как убегли на очень характерное иногда ассоциируется с полотнами древних мастеров от эти все святые которые немножко глазки на наверх закатывают когда ограничено движение в шее животное не поворачивается с помощью шеи но вынуждена чтобы глазами следить до поднимает глаза и вот они такие очень характерное выражение лица как у этого бигля иногда выглядит это как вы меня все достали типичная такая эта маска также на очень важно дифференцировать боль нейрогенную от боли абдоминальной огромное количество пациентов неверно диагностируется но она же орет если ему щупать живот конечно орет на потому что есть в том числе вентральные корешки которые идут от спинного мозга иннервирует в том числе брюшную полость и при пальпации мы получим более выраженный болевой синдром плюс еще на если в области пегастре глубоко пальпировать то животное будет вынуждена изменить нормальное положение тела до чуть переспределить весовую нагрузку это тоже может давать болевой синдром поэтому пальпировый живот никогда не забываем про паравертебральные мышцы то есть пройти сзади 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 вперед глубоко оценить если болевая реакция вот собственно говоря да еще характерные позы когда мы можем в квадратике увидеть что конечности у нас находятся на уровне тазобедренного сустава то есть дистальный отдел конечности подведен под корпус следующий да это поражение нарушение походки собака может описываться как слабая или не скоординированная причем мы можем отмечать постепенное дальнейшее нарастание симптомов да может касаться как бы шейного отдела и грудопоясничного отдела для поражений ну соответственно ниже до первого грудного расширения в грудопоясничном отделе либо в пояснично-крестцовом отделе отмечается нормальные грудные конечности и слабые либо дискоординированные тазовые конечности когда еще не обязательно собака начнет подволакивать лапы на как нам кажется что вот вот начинается паралич иногда это наоборот ходульная походка ригидные мышцы это даже более характерно при выраженном болевом синдроме да когда собака с разогнутыми в состоянии гиперэкстензии даже скакательными суставами ходит иногда может маскироваться неврологическая боль под хромато особенно если есть изменения если диск сместился вещество диска сместилась латерально если есть латерализация но соответственно паралич плегия нарушение контроля за мочеиспусканием и иногда самоповреждения собака может испытывать необычные ощущения да когда есть гиперэстезия когда есть невнятные чувства покалывания иногда признаки нейрогенной боли только что собака разгрызает дистальные части пальца на может быть выраженный зуд вплоть до как собаки до сиринга мели которые играют на балалайке аж раздирают кожу до крови просто потому что есть необычные ощущения в области корешков ну и собственно говоря о дифференциальной диагностики несмотря на то что болезнь межпозвонковых дисков у собак это все-таки лидер лидер области один из наиболее часто встречающихся заболеваний неврологических но тем не менее у нас достаточно много дифференциальных диагнозов это прекрасная фраза да что вы настолько хороший доктор насколько хорош ваш список дифференциальных диагнозов в неврологии это вообще крайне важно потому что по результатам неврологического осмотра мы можем сказать только одно где мы предполагаем проблему и насколько выражена да это проблема если мы говорим о спинальном дефиците и анализ клинических признаков также нам указывает в основном но за очень небольшим исключением да на локализацию а не на этиологию поэтому мы всегда исходя из той локализации которую мы определили выстраиваем список дифференциальных диагнозов которые могут быть там из каждого правила есть исключения и все обобщения являются ложными да включая это обобщение но тем не менее почти всегда мы можем подозревать заболевание характерное для той или иной локализации то есть мы должны его держать в голове даже если мы уверены что это пятилетняя такса с острым параличом ну это может быть только грыжа кажется нам но нет это может быть все что угодно с чем мы чаще всего имеем дело как с альтернативой ну самая очевидная травма на травма может быть очевидная травма может быть не вполне очевидная если например у нас есть предрасполагающие факторы например котенок но реже щенок с элементарным гиперпаратериозом он может стоять и сломаться позвоночник просто не выдержал собственно весовой нагрузки у меня был такой один пациент там было интересно что он находился на заднем дворе где который просматривался камерой и просто но щенок стоял сделал два шага заорал сразу обезножил и такой перелом домиком просто под тяжестью собственного веса учитываем да всякие аномалии обязательно особенно для котят более чем характерно фиброза хрящевая эмболия она же ишемическая мелопатия она же инфаркт спинного мозга не совсем понятно полностью теология заболевания характерно для собак среднего средне старшего среднемолодого возраста чаще это крупные животные из мелочи предрасположены цверк шнауцеры и карликовые пинчеры но в общем то может случиться у любой собаки резкое острое нарушение кровообращение спинного мозга клинически может выглядеть очень похоже на тип 3 до когда это собака среднего возраста после обычно после умеренной физической нагрузки кратковременная боль то есть прям вот ну спискнул взвизгнул и таяльная степень нарушений да от собственно говоря легкой атаксии до полного пролеча развивается всегда стремительно могут симптомы нарастать но не дольше чем сутки то есть если мы видим да что симптомы развиваются медленнее это вряд ли фиброза хрящевая эмболия вот и как бы хороший маркер отличия от болезни диска фиброза хрящевая эмболия обычно имеет выраженную латерализацию не всегда но часто на что мы видим что правая нога значительно хуже левой при болезни диска это тоже может быть но тем не менее обычно не так явно не так характерно дегенеративная мелопатия вообще считается на западе что это передиагностированные заболевания у нас она пожалуй скорее не додиагностированная характерное заболевание для возрастных собак ну самые пожалуй предрасположенные немецкие овчарки ну как бы их метисы и восточноевропейские овчарки хававарты которых у нас вроде как мало корги кстати тоже засветились выглядит по симптоматике очень похоже на болезнь диска второго типа возрастная собака которая потихонечку потихонечку стала похуже ходить доступны генетические тесты если животное гомозигота да мы получаем высокий риск развития заболевания и имеем клинические симптоматики с вероятностью 99 процентов это оно часто мы начинаем мы выявляем у животного симптомы поражения верхнего двигательного нейрона да то есть когда мы имеем усиленные сухожильные усиленные спинальные рефлексы слегка усиленный мышечный тонус то есть поражение говорящие за грудопоясничное дело но для этого заболевание характерно что как раз сухожильные рефлексы коленный рефлекс может быть снижен или какой-то странненький при прогрессировании могут восходящие вещество спинного мозга по восходящей затрагиваться вовлекаться уже грудной отдел дыхательная мускулатура и на этом этапе все обычно заканчивается достаточно плохо воблер синдром в общем немножко особняком есть тоже несколько типов поражения в шейном отделе есть воблер дискогенный хотя наверное это не совсем верно но который в общем-то один на один шаг всего стоит от болезни диска спондилами лопатии да то есть вовлечен сами само вещество позвонка фасетки связки коллатеральные наследственно тоже обусловленное заболевание первый тип воблера характерен для возрастных и среднего возраста доберманов и остро протекающий воблер молодых тоже характерен для крупных гигантских пород лабрадоры большие большой швейцарская собака зенихунды и гиганты доги санбернары ньюфы и так далее дегенеративный пояснично-крестцовый стеноз тоже да может быть дегенеративный пояснично-крестцовый стеноз вместе с протрузией диска l7s1 имеет право мы имеем при этом симптомы нижнего мотонейрона на то есть снижение сухожильных рефлексов быстро нарастающая мышечная слабость может быть нарушение анального рефлекса бульбу рутрального рефлекса нарушение движения хвостом и боль в крестцовой области но абсолютные лидеры наши любимые тоже старые немецкие овчарки но в общем то тоже может быть у любой собаки но как раз типично для собак с анатомии с низкопосаженной луковицы хвоста с длинной поясницей для них наиболее типично или собак кстати которые несут экстремальные нагрузки прыжковые то есть там та же самая защита ринги и по да и так далее когда у нас есть много стрессовой нагрузки на пояснично-крестцовую область вплоть до развития выраженных выраженного сужения которые визуализируются даже на рентгене дискоспондилит воспалительные заболевания чаще всего это стафилококус ауреус который гематогенным путем туда попадает либо бруцеллез тоже мы можем рассмотреть как одну из наиболее вероятных причин дискоспондилита инфекция диска может давать боль может давать компрессию не всегда просто диагностировать тоже опять таки может быть одномоментно с болезнью диска почему бы нет компрессионная мелопатия при аномалиях развития чаще всего это наши любимые французские английские бульдоги с клиновидными трапециевидными позвонками чаще это все-таки хроническое течение что вот похуже 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 но иногда бывает что и совершенно фатально все было хорошо острое наступление симптоматики мы не можем исключать такую причину тоже и немножко про экзотику да про зебр если вы слышите стук копыт предполагаем лошадей да но это могут быть также и зебры серингами или гидрами или расширение спинномозгового канала чаще это все-таки шея очень характерно для животных с аномалии развития с дисплазии затылочной кости с киаре подобной мульформации это в основном карлики кавалер кинг чарльзы шпицы чихуа грифоны но вполне себе есть случаи травматической серингами или если была какая-то да такая компрессия которая потом ушла костная а серингс остался иногда есть серингами или которая может диагностироваться в грудопоясничном отделе и иметь только симптоматику только по тазовым конечностям редко но такое бывает атлантоаксиальная нестабильность но обычно все-таки более до характерные симптомы ранний возраст маленькая собака наличие дисплазии зуба атланта зуба эпистрофия большое расстояние между атлантом и аксисом но тем не менее например травматическая атлантоаксиальная нестабильность тоже может маскироваться за грыжу за болезнь диска в шейном отделе кистозное образование марк на и до дни кисты паутинные оболочки воспалительные заболевания менингиты менингомиелиты могут быть ассоциированы с вирусными заболеваниями могут быть ассоциированы с редко бактериальными заболеваниями могут как ни странно протекать без системных симптомов редко но бывает да без температуры без угнетения без там центральных неврологических симптомов со стороны черепно-мозговых нервов держать в голове это нужно абсцессы проспинальной мышцы боль нарушения походки могут быть не очевидны при осмотре особенно если это давняя травма могут проникать глубже в ткани непосредственно уже компрессируя даже спинной мозг пролиферативный спондилез на грани с нормой да такая патология до сих пор ведутся споры насколько могут иметь может иметь клиническое значение вот это вот разрастание костной ткани да на границе двух позвонков тем не менее у некоторых пород наиболее на предрасположены всякие там брейсфалы боксеры лабрадора кстати тоже у некоторых собак это может давать клинически значимую компрессию несмотря на то что новообразование это все-таки экзотика бывает достаточно редко но мы тем не менее не исключаем да на образование как первичные спинного мозга интродуральные опухоли так и на образование окружающих структур но чаще всего это образование мингиальных оболочек или кости экстрадуральные которые не прорастают внутрь спинного мозга однако могут давать ту же самую клиническую картину компрессии когда они растут редкие но тем не менее встречающиеся аномалия развития спинного мозга и нервной трубки чаще всего да это крестцовый отдел на уровне l6 l7 дисрофизм когда не происходит в эмбриогенезе слияние позвоночной арки получается что у нас такой как цветочек вот он на поверхности лежит спинной мозг закрытый всего лишь тонкой кожицей менинга цели то есть выпадание выворот наружу оболочек мила цели самого спинного мозга именинга мила цели когда и оболочки и спинной мозг более характерно для брехицефалов у английских бульдогов достаточно часто встречается о кошек мэнских короткохвостых с укороченными конечностями но у скотишей если мы говорим о кошках но в целом может как бы как спонтанная мутация вернее как бы спонтанная ошибка эмбриогенеза встречаться у животных любого любой морфологии но соответственно часто это фатальное нарушение со стороны нижнего двигательного нейрона нарушение контроля за стулом мочеиспусканием зияни ануса и так далее но при этом такие животные если не проникает инфекция из внешней среды не развивается воспаление оболочек либо спинного мозга они вполне жизнеспособны и часто это молодые животные несколько месячный котенок уже любимый но вот он странно ходит и не шевелит хвостиком и писает под себя заболевание нижнего двигательного нейрона да как нейромышечного соединения так и периферической нервной системы полирадикулы неврит миостыни и гравис сложно перепутать но надо держать в голове что а исключил ли я что-то системное какую-то периферическую нейропатию но соответственно при периферической нейропатии всегда будет вовлечены все четыре конечности то есть можно перепутать только с поражением в области шеи и как это не странно звучит нередко мы можем в диагноз забыть включить вообще не неврологию это может быть ортопедические заболевания сильный остеоартроз двустороннее двустороннее поражение суставов когда у нас еще нет остеоартроза но есть например диспластические изменения вчера она не болела сегодня заболела готовалая собачка перестала вставать ходуль находит может да отдавать болезненность там при экстензии тазобедренных суставов и странненько горбится потому что у нее миозит подвздошно-поясничные мышцы она перераспределяет нагрузку и вообще ей не очень здорово да поэтому из анамнеза тоже ортопедические патологии и элементарный ортопедический осмотр не забывайте проводить и об этом помнить эта лекция все спасибо за внимание если есть вопросы с удовольствием отвечу